Слово четвертое о том, что грех вел природа рабству. Также против небрежно слушающих и непочитающих родителей. Вчера вы слышали, как Бог поставил человека царем и господином над зверями, и как вскоре затем лишил его царской власти. Лучше же сказать, не Бог лишил, но сам человек лишил себя чести, непослушанием. Что человек получил царскую власть, это было делом единственного человеколюбия Божия, потому что дал ее не в награду за подвиги, а удостоил его чести прежде его появления. Дабы ты не сказал, что получив бытие и сделав потом много доброго, человек этим расположил Бога дать ему власть над зверями. Он, приступая к созданию человека, говорит, сотворим человека по образу и по подобию нашему, и да обладает над зверями земными. Прежде жизни честь, прежде создание венец, прежде чем произошел, возводится на царский престол. Люди воздают честь своим подчиненным в глубокой старости, после многих трудов и бесчисленных опасностей, понесенных то в мирное время, то на войне. А Бог не так, но тотчас после появления возводят его в такую честь, показывая тем, что это не награда за подвиги и не уплата долга, а божественная благодать. Итак, то, что он получил власть, было делом единственного человеколюбия Божия. А что он потерял эту власть, произошло от его беспечности. Как царе отнимает власть у непокорных им по велениям, так и Бог поступил с человеком, отняв тогда у него власть. Теперь нужно сказать о том, какую еще другую честь отнял грех, и какие виды рабства ввел он, связав нашу природу различными господствами, подобно тирану, налагающему разные оковы. Первый вид господства и рабства – тот, в котором мужья держат жен. Он сделался нужным после греха. До прислушания она, жена, равночестно была мужу. Когда Бог создавал жену, то при этом произнес те же слова, как и при создании мужа. Как о том сказал, сотворим человека по образу и по подобию нашему, а не сказал, да будет человек, так и об этой не сказал, да будет жена, но говорит и здесь, сотворим ему помощника. И не просто помощника, но по нему сказано одинаково достоинство. Так как бессловесный оказывает большую помощь в потребностях нашей жизни, то чтобы ты не отнес и жену к числу рабов, смотри, какое делается ясное различие. «Привел, сказано, всех зверей к Адаму, и не нашлось помощника, подобного ему». Как же это? Разве не помощник, конь, участвующий в бою? Разве не помощник, вол, влекущий плуг и трудящийся с нами в деле посева? Разве не помощники, осел и мул, производящие вместе с нами перевозку тяжести? Но чтобы ты не сказал этого, для этого делается в писании строгое различие. И не просто сказано, что не нашлось помощника ему, но что не нашлось помощника подобного ему. Так и здесь не просто сказал Бог, сотворим ему помощника, а изрек, сотворим ему помощника по нему. Но это было до грехопадения. После же грехопадения произнес, «И к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать, обладать тобою». «Я, — говорит, — создал тебя равночестную, ты же нехорошо воспользовался властью, так перейди в подчинение. Ты не вынесла свободы, так прими рабство. Ты самым делом показалась, что не умела господствовать. Будь же в числе подначальных, и в мужа узнай господина, и к мужу твоему влечение твое, и он будет обладать над тобою. Усмотри, здесь человеколюбие Божие, чтобы услышав слова, тот будет обладать тобой. Жена не сочла этого обладания тяжким. Бог впереди поставил имя, указывающее на попечительность, сказав, и к мужу твоему влечение твое, то есть он будет для тебя убежищем, пристани и защитой. При всех встречающихся бедствиях даю право к нему обращаться и прибегать». Однако не этим только способом Бог установил между ними нерасторжимый союз, но естественными потребностями, соединив их именно с союзом любви. Видишь ли, как грех ввел подчинение. А благо изобретательный и премудрый Бог, и это обратил в пользу нам. Послушай, как и Павел говорит об этом подчинении, чтобы и отсюда узнать тебе согласие между Ветхим и Новым Заветом. Жена, говорит, да учится в безмолвии, со всякой покорностью. Видишь, что и он жену подчинил мужу. Но подожди, и узнаешь причину. Почему со всякой покорностью? Жене, говорит, учить не позволяю, не повелеваю. Почему? Потому что она худо однажды научила Адама. И не господствовать над мужем. Почему же? Потому что раз напоначальствовала худо. Но быть в безмолвии. Но скажи причину. Ибо не Адам прельстился, но жена, прельстившись, впала в преступление. Поэтому он не звел ее с учительской кафедры. Кто не умеет учить, тот, говорит, пусть учится. Если же он не захочет учиться, но пожелает учить, то погубит и себя самого, и учеников, что случилось тогда с женою. Отсюда видно, что жена подчинена мужу и подчинена вследствие греха. Хочу услышать относительно слов. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Хочу знать, то, как говорит Павел и об этом попечении. Как владычество соединяет он с любовью. Где же он говорит об этом? В послании к Ифисянам. Он пишет, мужья, любите жен. Вот объяснение сказанного. И к мужу твоему влечение твое. Жена да боится мужа. Вот объяснение слов. Он будет господствовать над тобою. Видишь ли, как владычество делается нетяжелым, когда господин страстно любит обладаемую, когда страх соединен с любовью. Так устраняется тяжесть рабства. И так первое господство вело прислушание. Не на то здесь обращай внимание, что Бог привел его в надлежащий порядок, а на то, что самое существо рабства произвел грех. Есть и другой вид рабства, который тяжелее первого. И он также имеет свое начало и основание в грехе. После потопа, бывшего при Ное, после всеобщего кораблекрушения и гибели всей вселенной, согрешил храм против родителя. Увидев отца обнаженным, еще более обнажил его укоризны перед братьями. И за это сделался рабом братьев. Злое расположение погубило благородство природы. И весьма естественно. Писание представляет тысячу оправданий в пользу праведника. А лучше сказать, одним словом дает ему полное извинение. И начал, сказано, Ной возделывать землю. И начал заключает важное оправдание происшедшего опьянения. Он не знал ни того, сколько надлежало пить вина. Ни того, как пить, цельное или смешанное с водой. Не того, когда пить, то, что после того, как оно будет выжато, или спустя некоторое время. Итак, Писание этими словами оправдывает Ноя. А родившийся от Него, спасенный им, потому что не погиб вместе с другими, смятение ради достоинства отца, не обратив внимания на самую природу, не вспомнив о своем спасении, не вразумившись страхом, видя еще перед собой остатки гнева Божия и явные следы несчастья, когда сильный еще был страх перед совершившимся, нанес оскорбление родителю. Поэтому премудрый и внушает, говоря «И не бесславь отца твоего, ибо нет славы в бесславе отца» – Терахов 3.10. Но он не принял этого во внимание, совершил грех, не заслуживающий извинения и оправдания. В наказание за грех свой подвергся рабству, сделался слугою братьев и злым намерением погубил преимущество природы. Вот и другой род рабства. Хочешь ли знать и третий, он еще тяжелее и страшнее обоих предшествующих? Так как мы не вразумились теми, то Бог взял еще более тяжкими наши оковы. Какой же этот, третий род рабства? Это подчинение начальникам, правителям, не такое, каково подчинение жены, и не такое, каково подчинение рабов, но гораздо более страшное. Везде можно видеть оттачиваемые мечи, палачей, казни, пытки, мучения, власть над жизнью и смертью. А что этот вид господства стал необходим вследствие греха? Послушай слова любомудрствующего об этом Павлу. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и будешь иметь похвалу от нее. Если же делаешь злое, то бойся, ибо не напрасно носит меч. Римлянам 13.3 Видишь ли, что и начальник, и меч для делающих злое? Послушай еще сказанное о том же с большей ясностью. Ибо он есть отмститель, делающему злое. И не сказал он, не напрасно существует начальник. А что? Не напрасно носит меч. Бог поставил над тобой судью вооруженного. Как сердобольный отец по своей доброте отдает детей, когда они оказывают ему невнимание и пренебрежение, злоупотребляя родительскую любовь, отдает строгим наставникам и учителям. Так и Бог по благости своей отдал нашу природу, оказавшую невнимание к нему, начальникам, как бы учителям и наставникам, чтобы они исправили их от беспечности. Но если хотите, можем и в Ветхом Завете видеть это самое, то есть, что вследствие нашей испорченности оказалась нужная власть. Один из пророков, раздраженный против нечестивых, вот как говорит. Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. А вакуум 1.13. Итак, старейшины для того, чтобы мы не были, как присмыкающиеся, властители для того, чтобы мы не пожирали друг друга, как рыбы, как лекарство для болезней, так наказание для проступков. От что преданные добродетели не нуждаются в этом начальстве, послушай, что говорит Павел, если хочешь не бояться власти, делай добро и будешь иметь похвалу от нее. Судья, говорит, есть надзиратель над тобою. Если живешь хорошо, то он не только надзиратель и надзирает, но и хвалит. И что я говорю о пользе начальников, когда преданные любомудрию становятся выше и прочего еще большего. Законы ведь выше начальников, и однако живущий правильно не нуждается и в законах. Об этом послушать, что говорит Павел. Праведнику, говорит, нет закона. 1 Тимофея 1.9 Если же закон не лежит, тем более не поставлен над ним начальника. Вот третий род власти, который также имеет основание в грехе и пороке. 747 Как же Павел говорит, что нет власти, которой нет Бога? Это значит, что Бог поставил ее для нашей пользы. Грех сделал нужную власть, а Бог употребил ее в нашу пользу. Как лекарства нужны бывают для ран, употребление же лекарств зависит от мудрости врачей, так и подребность рабства вызвана грехом, надлежащее же удовлетворение ее – дело премудрости Божией. Но восприните духом и отбросьте небрежность. Для чего говорю это? Мы излагаем вам Священное Писание, а вы, ответшие глаза от нас, устремили их на лампады и на зажигающего лампады. Какая это небрежность, оставив нас смотреть на это? И я возжигаю свет, проистекающий от Писания, и на нашем языке воспламеняется огонь учения. Этот свет важнее и лучше того света. Мы зажигаем не светильный, напитанный маслом, как этот человек, но в душах, напоенных благочестием, воспламеняем желание слушать. Беседовал некогда Павел в горнице. Никто не думает, однако, будто я равняю себя с Павлом. Я не дошел до такого безумия. Но это сказали, чтобы вы знали, какое нужно иметь усердие к слушанию. Так Павел беседовал в горнице, наступил вечер, как и теперь, и в горнице были лампады. Потом с окна упал Евтих. Это падение не расстроило собрание. Смерть не рассеяла присутствовавших. Они так были прикованы к слушанию Слова Божия, что и не почувствовали этого падения. А вы, не видя ничего особого и необычайного, кроме человека, делающего обычное дело, устремили на него свои глаза. Какое может быть извинение? И никто из вас возлюблен не считает этого обличения тяжким. Мы обличаем не по ненависти, но по желанию вам добра. Ибо лучше укоризны от любящего, нежели поцелуя и злодея врага. Притча 27.6. Воспряньте же, прошу вас, и, оставив этот огонь, обратитесь к свету Божественного Писания. Хочу сказать вам еще о другом виде власти, который имеет свое основание не в грехе, а в самой природе. Какой же это род власти? Власть родителей над детьми. Эта честь и есть награда за болезни рождения. Поэтому и Премудрый говорит, делом и словом, почитай отца твоего и мать, что пришло на тебя благословение от них. Боящийся Господа почтит отца и как владыкам послужит родившим его. Затем приводит и причину. Помни, что ты рожден от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе. Что же, однако, есть такого, чем бы сын не мог воздать отцу? Ни о чем ином говорит, как о следующем. Как они родили тебя, ты не можешь родить их. Поэтому, если в этом мы ниже их, то превзойдем в другом отношении посредством уважения к ним. Не только по закону природы, но преимущественно перед природой, по чувству страха Божия. Воля Божия решительно требует, чтобы родители были почитаемы детьми, и исполняющим это награждает великими благами и дарами, а нарушающих этот закон наказывает великими и тяжкими несчастьями. Злословящий отца или мать смертью умрет, а почитающим их, говорит следующее, чти отца твою и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Что считается величайшим благом, то есть счастливая старость и долгая жизнь, это Бог назначил в награду почитающим их, а что кажется крайним несчастьем, то есть ранняя смерть, это Он назначил в наказание оскорбляющим их. Одних Он привлекает к любви заповедям почитания родителей, а других хотя бы они не хотели, отклоняя это оскорбление страхом наказания. Не просто повелевается умерщвлять сына оскорбившего родителей, не так, чтобы палачи взявшего из судилища выводили через площадь и за городом отсекали ему голоду. Нет. Сам отец ведет его на средину города и признается заслуживающим доверия без всякого доказательства. И это вполне справедливо. Кто готов тратить для сына и деньги, и жизнь, и все, что не есть, тот никогда не может сделать обвинителем его, если не будет слишком большого оскорбления. Итак, отец ведет его на средину города, потом созывает весь народ и произносит обвинения. А все слышащие, взяв каждый по камню, бросают на оскорбителя родителей. Законодатель хочет, чтобы они были не только зрителями, но и деятелями. Чтобы каждый, взглянувший на правую руку свою, которой он бросил камень, на голову непочтительного сына, получил через это достаточное побуждение к исправлению. Впрочем, законодатель внушает нам здесь не только это, но и другое. А именно, то, что оскорбляющие родителей наносят обиду не только им, но и всем людям. Поэтому к участию в наказании он приглашает всех, так как все оскорблены, созывает весь народ и весь город, внушая этим, чтобы и те, у кого нет ничего общего с обиженными, негодовали на оскорбляющего родителей, так как оскорбление наносится общей человеческой природе. И чтобы такого человека, как некоторую язву и общую болезнь, изгоняли не только из города, но и из самого света. В самом деле, такой человек общий неприятель и враг всех, и Бога, и природы, и законов, и всей вообще нашей жизни. Поэтому повелевает всем участвовать в поражении, совершая как бы очищение города. Да будет вам много благ за то, что вы с таким удовольствием приняли поучение, а не по чтению к родителям, и вместо камней забросали его восклицаниями. Это знак того, что каждый из вас оказывает своему отцу большое почтение. Обыкновенно ведь мы тогда особенно восхваляем законы, наказывающие преступников, когда не сознаем за собой проступков. За все это возблагодарим человека, любивого Бога, который печется о нашей жизни, промышляет о родителях и заботится о детях, и все усвояет для нашего спасения. Ему подобает слава, честь и поклонение с безначальным Отцом и Святым Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.